ради кабиров в очередной раз дает нам понять что своим у него можно все вот и семья премьера андрея назарова получила год и на свой торговый бизнес доброго дня друзья это и итоги недели на канале пруф и рф и снова с вами я рамиль рахматов оперативные совещания по понедельникам в правительстве становятся не просто неинтересными но все менее содержательными даже по рабочими текущим вопросам интерес к ним как публичным спектаклем похоже что утрачивают и сами руководители нашей республики но об этом свидетели стоит минимум сообщений о оперативном совещании на правительственных сайтах я же на последнем оперативном совещании отметил для себя лишь два момента которые заслуживают внимание первое это доклад вице-премьера и по совместительству министра сельского хозяйства республики решатов из рахманова о мерах поддержки садоводства а точнее овощеводства на приусадебных и садовых участков вот то что наши власти чем-то реальным смогут помочь нам сельским жителям или садоводам ну я как-то не очень верю основные субсидии предусмотрены для самозанятых то есть тех кто занимается но исключительно своим огородом а для нас для большинства огород и участок это не основной хлеб а только лишь дополнительное средство существования отсюда и слова подсобный однако выступление на оперативном совещании министра сельского хозяйства я все же рассматриваю в контексте его же отчета о состоянии отрасли перед депутатами крултая 30 июня и похоже что бодриться гордиться пока ему особо нечем выяснилось что башкортостан вот как самая большая по территории и населению в пфо республика только лишь на пятом месте по производству пищевых продуктов вы наверно понимаете что это очень низкая и даже позорная цифра и показатель с учетом ресурсов и наличия пахотных земель у нас в республике пищевой продукции производится у нас на 111 миллиардов рублей 5 место в пфо 1 татарстан 237 и 1 миллиарда рублей разница больше чем в два раза саратовская область 160 и 1 миллиарда рублей пензенская область 116 и 8 миллиарда рублей самарская область 116 и 4 миллиарда рублей по производству напитков мы вообще на четвертом месте вспомните что республика десятилетиями лидировала по производству молока вот фестиваль молочная страна у нас ежегодно проводился каждое лето но даже это не все дела но в самом деле у нас значительно хуже несколько лет назад сам фазрахманов перед депутатами признался что высокие показатели по молоку у нас за счет личных подсобных хозяйств теперь же он рассказывает что цитирую вне товарном секторе региона производится порядка 86 процентов всех овощей и картофеля так 2021 году объем производства картофеля и овощей во всех категориях хозяйств составил 751 тысячу тонн из них 648 и 3000 тонн приходится на долю хозяйств населения то есть 86 процентов это вырастили переработали мы с вами на своих огородов они товарные хозяйства которые работают на рынок то есть все выращено в наших садах обширные сельскохозяйственные поля зарастают бурья ну и вопрос откуда вообще они берут эти цифры вот за 40 лет своей жизни я ни разу не сталкивался со случаями ну чтобы какой-нибудь чиновник отельского хозяйства или администрации не имеет значения приходил кому-то и спрашивал по дворам у меня или у соседей а сколько вы собственно говоря вы картошки в этом году подняли сколько молоко дает ваша корова в сутки ничего такого на самом деле не происходит что за фантастические методики подсчета они используют что знают про богатые урожай или наоборот например на моем участке в общем даже это не серая полностью черная зона и я подозреваю что все эти цифры плод исключительно их фантазии для отчетности хотя вообще у фазрахманова часто бывают приступы откровенности на том же заседании госсобрания несколько лет назад он признался как правительство республики подставила частные фирмы вот снова процитирую новую фразу понимаю что в июне и в августе сахар в республике закончится власти попросили частную компанию закупить тростник из бразилии значит к сожалению сырье пришлось закупить в момент когда доллар был 95 рублей сейчас же доллар упал а вот значит себестоимость сахара нет она составляет 70 рублей сегодня цена сахара на оптовом рынке при этом 53 рубля и за это его значит невыгодные покупки частная компания уходит в минус на 17 рублей с каждого килограмма сахара в общем этот минус 208 миллионов вот вчера мы значит достаточно жестко разговаривали с этой компании это получилась социальная ответственность нашего бизнеса по отношению к населению нашей республики так бывает сожалению сказал ильшат фазрахманов занавес кстати ходят смутные слухи что в самый пик ажиотажа по сахару якобы господа гуси фазрахманов организовали какую-то схему фирму по поставкам сахара в республике которая принесла ему очень-очень хорошие барышеви будем расследовать второй момент который мы отметили для себя на оперативке это значит поздравление ради хабирова с днем рождения в адрес руководителя аппарата правительства республики азамата абдрахманова в этом конечно ничего особенного глава республики значит регулярно поздравляет всех своих подчиненных именинников на этих оперативках но с абдрахмановым немного другое случилось две параллельные истории на этой неделе по долгу службы он должен был находиться сейчас в городе красный луч республики лнр как куратор организации помощи от башкортостана но вот на днях в сети появилось фото как он плескается в открытом бассейне на очень недешевом курорте роза хутор в сочи но это тоже не все ради фаритович очередной раз нам доказал что своим у него положено все по команде с самого верха аудитором контрольной счетной палаты рабы была назначена супруга абдрахманова но об этом я назначение как о предстоящем уже вам рассказывал на прошлой неделе но сейчас мне было лично очень смешно как демонстративно хвалебно профессиональном опыте значит чуть ли не как о прирожденном ревизоре а байгуль абдрахмановой вещала председатель комитета по бюджету финансами налоговой политики госсобрания рида субхангулова кстати многие знакомые с новоиспеченным аудитором лица мне неоднократно говорили о ее хороших в отличие от супруга человеческих качествах вот надо понимать что хороший человек это вовсе не профессия а опыта экономиста районной больницы явно маловато для работы аудитору не стал стесняться и андрей назаров сначала он залез в строительную сферу потом его команда в башпотребсоюз а теперь он уже почти что лично представил законопроект о налоговых льготах а точнее обнуление ставки налога на имущество для торговых центров кстати этот налог идет в бюджет республики андрей геннадьевич сделал шикарный подарок своей семье которая владеет или распоряжается целой сетью торговых центров по всей республике но даже без этого учета того что премьер сделал хорошо само себе ну допустим но не было бы у него всех этих центров то все равно я не очень понимаю логику данного закона зачем значит помогать полупустым торговым центром к тому же зарубежным участием вместо того чтобы помогать малому бизнесу аренды этих самых площадей в этих самых торговых центрах вообще 30 июня у меня было очень большое желание попасть на пленарное заседание круто и которое было последним сессии чтобы задать все эти вопросы депутатскому корпусу нашему башлори и премьеру но по своему обыкновению они струсили и в очередной раз меня как журналиста на мероприятие с участием ради фаридовича не допустили друзья я снова сегодня встречаясь с вами в мерче благотворительного фонда из галек творить добро никогда не рано и никогда не поздно вы тоже можете отдать толику своего добра и тепла подопечным данного фонда если приобретете вот эти крутые вещи на сайте из галек точка ком быть добру ради хабиров продолжил свою странную привычку создавать многочисленные позитивные картинку на одних и тех же долгоиграющих но обусоленных темах то он снова сбежал с работы чтобы пофотографироваться на фоне советской площади опять сбежал с работы тянется тянет меня сюда памятник наделаем всем миром посвящаем нашим всем воинам нашим генералом то вдруг после нашего значит фоторепортажа с недоделанного парка кашкадан вдруг ринулся туда значит с какой-то своей инспекцией во всех таких вот значит движениях на самом деле нет никакого реального смысла ну кроме как пиара ведь создается видимость бурная деятельность и развитие в нашей республике мэру фыр адмир мавлиев тоже успешно осваивать навык позориться в попытках понравится ко всеми вся стоило солисту группы пицца значит покритиковать социальных сетях пешеходное ограждение на улице айской так наш городоначальник сразу же поспешил распорядиться их демонтировать мавли его был даже невдомек что установлены эти заборы не просто так в связи с мерами безопасности и требованиями дорожного движения что они могут спасти чью-то жизнь мы совсем не подумал что деньги на их установку были выделены в рамках федерального национального проекта безопасные и качественные дороги все это было для него неважно потому что ему было срочно и важно было понравиться значит обитателям социальных сетей и поклонникам группы пицца но спустя уже несколько дней гибдд пишет предписание вернут ограждение что стоят этим они там не ради просто красоты и власти города все быстро восстановили обратно мы же тут задали вопрос мэрии а не хочет ли народ мир мавлиев по вине которому все произошло сами оплатите своего кармана работы по демонтажу а затем по повторному монтажу данных ограждений ответ из мэрии был желобским мол это вовсе не наша проблема пусть их решает советский район а мне вот жаль что администрация данного района по реверсу не может требовать компенсации от самого мавлиева есть новости по обманутым дольщикам литер три жилого комплекса московский застройщика городские проекты вошел в число домов по которым значит наблюдательный совет фонда развития территории ранее принял решение произвести компенсационные выплаты с 28 июня этого года его обманутые дольщики могут обратиться в банк за получением назначенной компенсации вот тут я бы не стал называть эту новость какой-то чрезмерно или особенно позитивный денежная компенсация вместо квартир с учетом инфляции опять же многих лет ожиданий нервов и семейных трагедий но это явно не сопоставимая значит компенсация застройщик кирилл бадиков сегодня в заключении садовое кольцо умывают руки а деньги снова будут за счет бюджетного фунда а вот сдача ключей 200 дольщиками и жильцам одной из литер жилищного комплекса менделеевский это однозначно хорошая новость после отстранения от объекта членов команды сергея грекова дела вроде бы там пошли уже в гору вот у меня есть оправданная надежда что мупс за и т.н. и а также подрядчик городстрой инвест дадут жилье в условленные сроки на этой неделе мы в очередной раз столкнулись неадекватной ряда акции на критические статьи и желанием прикрыть свои подгоревшие зады значит со стороны наших чиновников ранее на на позапрошлой неделе мы опубликовали репортаж с беженцами из лнр где они пожаловались на условия пребывания здесь в конце же репортажа мы специально призвали обратить внимание причастное к этому органы и ведомства и дать свои комментарии уже на следующий день там были уже правоохранительные органы потом туда приехали государственные сми которые поспешили написать что мол все там прекрасно и хорошо но отрадно что реакция была быстрой ситуацию начали быстро выправлять но история на этом вовсе не завершилась видимо следком и прокуратура у которых дело на контроль чиновникам начала вставлять хороший пистон и те начали лепить отмазки нам попала часть то ли объяснительный то ли доноса какого-то из ведомств по их мнению значит в положении беженцев были причины не хратозейства а наше издание то есть них бестолковая работа дискредитирует республику и российскую федерацию а то что мы про это пишем сам текст составлен такими терапинами и штампами которые явно смахивают на доносы при том ложный по занавес недели ко мне обратились сотрудники уфимского колледжа предпринимательства экологии и дизайна они рассказали как руководство данного колледжа уже на протяжении нескольких лет забирала материальную помощь положено нуждающимся и студентам отличником ну детали этой истории вы сможете прочитать в нашем материале по ссылке к данному видео на самом деле очень возмутительная история но есть особые детали есть уголовное дело мошенничестве мин образование республики все прекрасно знали и знают но руководство колледжа даже не отстранили от работы это уже не первая такая история у меня уже сложилось четкое ощущение что это уже целая система отношений с потоком денег наверх из колледжей а завершить выпуск хочу с удовлетворительной новости верховный суд российской федерации оставил силе прежнее судебное решение которое отказали кроношпанов праве выкупа земли на которой сейчас стоит завод за 133 миллиона рублей что раз в пять меньше кадастровой цены земли а еще больше рыночной такие напомню кабальные условия нашей республики были навязаны согласно инвестиционного соглашения от 2013 года которые нам лоббировали рустем хамитов и нынешние вице-премьер ильшат тажединов но вот суды решили сейчас что такого счастья нам не надо позиции нынешних республиканских властей в лице корпорации развития республики башкортостан и решениями судов как говорится удовлетворен на этом я с вами прощаюсь ставьте обязательно лайки делитесь и комментируйте пока